Что, ребятки, всем привет! Вы, как всегда, на канале Семена Чемоданных. Меня зовут Славян. Не забываю подписываться на мой инстаграм. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Сегодня поедем в новое место, в котором мы ни разу не гуляли. Ну и вы, наверное, тоже. Вам будет интересно посмотреть. Я не буду затягивать. Погнали! Парни, короче, собрались. Артём, ну давай, рассказывай про свой лук. Ага, ага, ага. Все, я не хочу показывать. Короче, Артём собрал. Наши трусы жёлтые. Всё жёлтая, кофта, футболка, трусы, штаны. Кроме кроссовок и носков, да? И называешь ты себя как? Жёлток или банан. Жёлток или банан. Так, Родиона, у тебя какой лук? Так, понял. Вот зелёная. Штаны зелёные. Футболка тоже зелёная? Да. Во, футболка. И вот зелёная. Вот зелёная. И ботинки зелёные. Ботинки зелёные. А носки ты решил вообще разные надеть, да? Да. Ищи, красава. Вот так вот. И зовут тебя как? Авокадо. Авокадо. Авокадо и желток. Эй, я банан и желток. А, банан и желток. Понял. Мы собрались. Готовы поехать. Сейчас чуть позже расскажу, куда. Пока хочу вам показать нашу коляску. Может, что-то пропустил. Вот такой вот коляской мы пользуемся. Очень удобно в дороге. Она складывается. То есть колёсики вот так вот шик задвигаются. Сейчас я продемонстрирую. И ставится как автокресло. Артём, Родион, аккуратно в грязь не залезьте. Что-то. Короче. Артём, отойди, пожалуйста. Вот. И всё. Вот, видите, вот так вот идеально стоит и не марает сидушку, что, в принципе, для хозяина машины очень важно. Мы снова собрались и едем опять в больницу детскую, краевую. Я про неё рассказывал. Рассказывал, почему мы именно туда. В предыдущем выпуске вы можете нажать на ссылочку в описании под видео и посмотреть этот выпуск. Сегодня едем, так сказать, на контрольную явку показать Мирона. Вот. И заодно вам ещё немножко её покажу. Такая тут территория. Сама больница, конечно, снаружи ничего так выглядит, но внутри, посмотрите, тот выпуск, ссылочка в описании. Мы с пацанами вышли на улицу подышать, потому что внутри вообще невозможно. Очень душно, не проветривается. Вот. А Настенька с Мирончиком осталась там. Вот это, короче, парковка меня ободрала. Смотрите-ка. Он зафиксировал, что типа я въехал в 7.59, хотя мы здесь простояли буквально, ну, минут 40, час. Он с меня взял 180 рублей, хотя должен взять, всего лишь был 30. Позвонил я в техподдержку и сказали мне, вы как бы уж извините, вы просто оплатили чужую карту и деньги мы вам вернуть не можем. Мол, типа, вы подошли к аппарату и там, скорее всего, просто уже висела чья-то чужая сумма и вы её оплатили. Тихо, говорю, вообще, короче, бредятя. Ну, в итоге я заплатил 180 за кого-то и 60 еще рублей за себя. Вы знаете, пожалуй, в каждом городе есть какая-то улица, на которой очень приятно гулять. Например, в Сочи это Новагинская, в Москве это Арбат, а вот в Краснодаре это улица Красная. Мы сейчас решили здесь прогуляться. Надеюсь, дети нам это позволят сделать и вам немножко её показать. Мы здесь много раз ездили, но ни разу не гуляли. Вот так вот мы припарковались. Не знаю, пока парковка платная, а бесплатная. Здесь есть театр драмы. Вот такой вот красивый фонтан, который по вечерам подсвечивается. Детвора наши. Туда уходит улица Красная, но там не так живописно, как вот здесь. Здесь есть как раз вот от этого памятника начинается такая зелёная зона, по которой можно очень комфортно погулять. Здесь вот такой состоит памятник. есть шейлинг самокатный и ярмарка. Ну вот мы перешли. Видите, такая интереснейшая ярмарка. Прикольно можно что-нибудь покупать себе. А ещё есть вот такие вот указатели, что где находится, что, считаю, очень удобно. Аллея вся в зелени. Вот мы, говорю, сколько ездили, я всё так хотел здесь погулять. И вот, наконец, у нас получилось сделать. Единственное, что погода не шепчет. Такой прохладный ветерочек. Гляньте, интересненько. Мы, короче, нашли в такое заведение, называется Рис сетевое. Оно и в Сочи есть, и вот здесь. Вот. По меню. Ничего так неплохо у них достаточно по ценам. Вот типа есть ланч за 350, либо за 280. Есть отдельное детское меню. Сейчас пацаны себе выберут, согласно Настенькиному указу. Мой ланч подъехал. Настенький супец подъехал. И Настенька говорит, что очень-очень вкусно. Единственный минус, да, то, что нам всё принесли, а детям и нет. Я угораю. Пусть сидят и вырабатывают. Силу воли. Пока мы едим. Так, ну и пацанам, наконец-то, тоже принесли. Это из детского меню. Картоха, фриготельки, гренки и ещё помидорка. Дождались. Нам принесли счёты. Я, короче, попутал. Я думал, что у нас рубля 20 в нём. 840 рублей. Слушайте, цены, конечно, прикольные. Для ресторана. Ресторан. Мы перешли дорогу. Здесь есть такое красивое стеклянное кафе. Вообще классно. Слушайте, вот прям просто с первых, с первых минут улица. Вообще потрясающе. Причём вы можете гулять как вот справа, так посередине, да, так и слева. Здорово. Летом, когда здесь палит солнце, тоже классно, потому что много очень деревьев, много зелени, и получается, что тенька достаточно. И есть ещё вот такие, вот видите, велодорожки. Видели же? Большой шеринг самокатный. Можно просто взять и покататься. Мы чуть-чуть прям дальше прошли. И здесь вот есть вот такой большой торговый центр галереи. То есть гуляете по шикарной аллейке. Хлоп, зашли в торговик. Здесь ещё вот есть пекарня. Короче, куча еды, куча развлечений. А на этой стороне есть вот Макдональдс, велошеринг уже, Кейвбургер Кинг. Родик, стой! Бургер Кинг и... Да. И с этой Кейвси, то есть такая площадь фастфуда. Вот я дёрнулся, Родион что-то на собаку не наехал. Она вон там лежит, так отдыхает. Ну, Родион, смотри, куда ты едешь. Цветочки, клумбочки такие. Ну, очень приятно здесь гулять. Прямо безумно приятно. Здесь ещё есть такой интересный ресторан. Смотрите, посидим, почирикаем. Птичка невеличка называется. Очень клёвая, интересная. Я, наверное, надоел вам со своим восхищением. Но здесь, правда, очень атмосферно. Это будет в Краснодаре. Мне кажется, не в Галицкого надо идти гулять, а вот на Красную улицу. Вот. Видите, как интересно. Дальше, смотрите. Дошли мы до такой площади. Здесь стоит скульптура. Я, к сожалению, не знаю, в честь чего. Кто в курсе, местные, в комментарии, напишите. Вот. Но она подсвечивается. Вот так вот. Но читает книжки. А, это вот напротив университета. Вот. Типа знания, студенты, все дела. Вот такая вот площадь здесь. Слушайте, ну я на самом деле думал, лошади и зебры только про курортные города. Так и нет. Они еще и захватили Краснодар, улицу Красную. Смотрите-ка, видите? Во, прикол. Сейчас до наших пацанов, наверное, докопаются. Во, бомбараж. Кстати, вот этот ресторан мы хотели сходить на Насте на день рождения. Но что-то мы выбрали другой. Вот он где находится, оказывается. Теперь, вот теперь мы знаем. Но если мы сюда поехали, конечно, здесь с парковкой целая история. Мы дошли до такой вообще классной локации. Вот всегда мимо проезжал. И думаю, надо здесь обязательно пройтись возле вот этого колокола Екатерины. Слушайте, гляньте, как здорово это смотрится. Вот можно просто вот так вот отдохнуть на лавочках. Либо просто пройтись по кругу и пойти дальше вот в такие вот интереснейшие ворота. Покровительница Екатерина. Да, вообще класс. Туда можно еще так же подойти поближе. Давайте сами подойдем. Слушайте, обалденно. О, да. Видите, короля? Это Артем не короля, королевы. Нет, это Екатерина. Покровительница Екатерина. И вот мы подошли к этим воротам. Слушайте, вообще бомба, конечно. Просто невероятная красота. Вот они и указатели. Видите, там еще есть цветочные часы, кинотеатр Аврора. Вот я думаю, мы туда дойдем. Чистяковская роща. Свадебная аллея. Вот. И справа, то, что написано, это мы оттуда пришли. Так, ребятки. Немножко истории. Здесь вот висит вот такая вот табличка. Нажмите на паузу. Почитайте. А еще, ребятки, мы сейчас чуть-чуть еще погуляем и едем домой, потому что мы наконец-то решились отправиться в путешествие. Да, маленькому еще нет месяца, но уже хочется. Да, и он тоже хочет. Конечно, уже он привык в любом случае постоянно кататься, где-то лазить, пока был в животе. Вот. А сейчас уже поедем. Я пока говорить не буду, сохраню интригу. Чуть позже в выпуске покажу, куда мы едем. Но это больше, чем 100, 200 и 300 километров. А в комментариях вы можете написать свои догадки. Посмотрим, кто угадает. Ну и, собственно, нам нужно домой, чтобы все собрать, упаковать вещи, чтобы завтра рано утром на рассвете отправиться в новое путешествие уже в составе, в новом составе нашей семьи. Так. А вот мы вместе с вами дошли до стадиона Динамо. Да, кто не знал, здесь есть не только стадион Краснодар. Здесь еще и стадион Динамо. Вот такая вот дальше роща. Здесь Краснодар кинотеатр. Но я так думаю, что здесь кинотеатра уже давно нету. Здесь что-то другое, наверное. Но судя по первым этажам, точно не знаю. Сейчас будем переходить дорогу, посмотрим, что есть дальше. Посмотрите, какая здесь шикарная аллея из старинных деревьев. Но я так понимаю, что вот эти вот деревья – это дуб. Судя по листьям, если я ничего не путаю. Хотя спокойно могу и перепутать. Вообще просто божественно. В общем, мы чуть-чуть не дошли. Дошли только вот до вот этих часов. И все. Детки больше не могут идти. Маленький там тоже капризничает. В общем, все. Бежим к машине, а потом едем домой собирать вещи. Пока доехали, уже вечер, уже стемнело. Просто жесть. Краснодар вообще стоит на глушняк. Особенно вот эта улица красная. Вообще без комментариев. Сейчас, значит, наскоряк готовим ужин. Гречка замариновал, значит, голень. Потому что надо пораньше лечь спать. В 5 утра планирую проснуться. В 6 утра хотим выехать. Ну, конечно, скорее всего, это будет часика в 8 встанем, а в 9 увидим. Но посмотрим. Делаем ставки в комментариях. Сейчас пошел со своими пацанчиками по-быстренькому. Из багажника все лишнее вытащим, да? Родион, пошли. И можно будет собирать и грузить. А перед отъездом мы всегда готовим квартиру в приводе в порядок. Убираемся, чтобы когда приедем, чтобы было чисто. Я вспомнил, что у нас есть парни, которых нам можно попросить, а они уберутся. Ребятки, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. В больницу съездили, все хорошо. Погуляли по Краснодару, показал им идеальную улицу. Собрали вещи, отправляемся завтра с вами вместе в новое путешествие. Молчу пока какое, догадки пишите. Все, мы пойдем ужинать и спать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok